Здравствуйте! Мы студенты группы B21514, клиентов Никита и Фатеев Андрей. Представляем вам проект, выполненный в рамках проектной практики под названием «Разработка верификатора для формулогики под руководством Зайцева Владислава Сергеевича». В первую очередь поговорим об актуальности проекта. Во-первых, практика показывает, что у студентов возникают большие проблемы с пониманием курсов, связанных с изучением формальных систем. Соответственно, возникает необходимость создания ПО для использования его на занятиях для лучшего закрепления материала. Во-вторых, это ПО может использоваться для исследования аспектов автоматического доказательства выводимости выражений, входящих в состав формальных систем. Основной целью этого проекта является создание верификатора для формулогики высказывания в виде веб-приложения, способного автоматически проверять выводимость выражений данной формальной теории. В соответствии с целью проекта были поставлены следующие задачи. Изучение принципов, лежащих в основе формальных логических систем, исследование систем автоматического доказательства теорем, реализация основных и запланированных алгоритмов верификатора в виде консольного приложения на языке Python и создание полноценной реализации верификатора в виде веб-приложения. Как шла работа над проектом? В первую очередь мы изучили формальные логические системы. Если кратко рассказывать о структуре самой формальной теории, то формальная теория состоит из алфавита, то есть множества символов, разрешенных для задания выражений. Формулы некоторые под множество выражений, правила вывода, на которых основывается работа программы, и аксиомы, формулы, которые берутся как основу для доказательства других форм. После мы реализовали на языке программирования Python класс дерева, с помощью которого мы собирались хранить в памяти программы формулы и методы работы с ними основными, из которых был сеттер, превращающий строку, который ведет пользователь в дерево, и геттер, который делает обратное, то есть возвращает формулу, которая была описана деревом. Затем мы создали две функции проверки формулы на выводимость. Одна для правила бета, другая для правила модус-пункт. Третьим этапом было создание сайта. В первую очередь мы создали макет в Adobe Photoshop, чтобы по нему уже воссоздать сам сайт. Затем мы написали скелет сайта на HTML и оформили с помощью CSS. Результаты нашей работы сейчас продемонстрирует мой напарник Андрей. Итак, в данном проекте был реализован процесс верификации логических высказываний из формального логического исчисления P1. Теперь запустим программу. Алфавит данной системы состоит из символов скобок, латинских букв, а также знака импликации. Помимо этого в нее входят три аксиомы, они показаны на странице, а также два правила вывода логических выражений из этих аксиом. Правила моду споненс и правила бета, или правила подстановки. Теперь протестируем программу. Тут было показано правила моду споненс. Тут просто правила бета. Опять моду споненс. Теперь введем невыводимую формулу. И опять правила бета. Итак, теперь покажем обработку ошибок. Тут потеряны закрывающие скобки. Дальше неправильные названия переменных. Неразрешенный символ. Пустая строка. Потеря знака импликации. Также потеря переменной. На этом демонстрация проекта подходит к концу. Всем спасибо за внимание. Ссылка на репозиторий проекта находится на ваших экранах. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...